МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Столкнулись с тем, что не смогли рассчитаться за проезд виртуальной карты, привязанной к мобильным устройствам. И такая проблема не только в автобусах, но и в обычных магазинах. Связано это с тем, что с сегодняшнего дня перестала работать оплата через виртуальные карты. В городском транспортном предприятии сегодня предупредили, что держатели карт платежных систем Visa и MasterCard больше не смогут заплатить с помощью смартфона через Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. А вот кого ограничения не коснутся, так это владельцев карт МИР. Отметим, что оплата проезда банковскими картами Visa и MasterCard, то есть пластиком, у всех пассажиров будет осуществляться в штатном режиме. У бичан проблема с оплатой, при этом хотя бы ходят автобусы. У жителей поселков Лесное и Амурское ситуация более серьезная. Им не до виртуальных карт. Утром не все могут добраться до работы. Один автобус увозит жителей сразу двух поселков. Вечером перерыв между выходами автобуса составляет больше двух часов. Кто не успел, тому приходится ждать следующий или вызывать такси. Жители готовы платить за проезд больше, но дело не движется уже пять месяцев. Подробности в нашем следующем сюжете. Не уехать, не приехать. Почти пять месяцев продолжаются мучения жителей поселков Лесное и Амурский. Камнем преткновения стал 102-й маршрут. В конце ноября жители оповестили, что количество рейсов сократят ровно наполовину. Мы стали возмущаться, выяснять отношения с администрацией Бийского района. Они нам объяснили, что перевозчик отказывается к нам ездить по той простой причине, что ему нерентабельно в зимнее время делать к нам восемь рейсов. А мы не можем без восьми рейсов. В самое ходовое время работающих в Бийске людей из двух поселков подвозит один автобус. Стоящие на остановках местные жители не знают, влезут в автобус или нет, уедут или придется добираться на попутках. В итоге многие опаздывают на работу. Я работала в Ниихте 15 лет. И вот автобус, который 6,40, еще в те времена ходил, потому что много людей работало в городе. И сейчас, почему руководство администрации Бийского района не может вот эту проблему решить, мы просто не поймем, от чего, какая причина. В поселке Лесное нет аптеки, поликлиники, отделения банка. Дети ездят в город, в школы, кружки и секции. Студенты учатся в вузах. Без поездок в город никак не обойтись. На 18.15 не все могут добраться на 18.15, но успеть к этому рейсу. Следующий рейс у нас идет 20.30. Вот если утром многочислено в автобусах, естественно, вечером это же население должно ехать. Как люди поедут, если на 18.15 уже не успевают, а на 20.30, ну извините, семья, дети. То есть люди, такси опять же, опять же, попутка, ну либо гуляем. Вот я с ребенком гуляю час до занятий и уезжаем на 16.15, приезжаю на 20.30, чтобы на час возить на занятия ребенка. Ну не я только, это, ну, дети перестали ездить в спортивные кружки, потому что невозможно не добраться ни туда, ни обратно. 7,5 километров от города вроде бы недалеко. Чтобы добраться до Бийска и обратно, местные жители ежедневно платят за проезд порядка 52 рублей. Некоторые водители неохотно выходят на маршрут из-за разбитых дорог. Оцените, как водитель, состояние дороги. Вообще ужасное, ужасное. В Амурске нельзя проехать. Просили, чтобы посыпали. На следующий день только приехали, чуть-чуть посыпали, и то для галочки. Дороги нет. Жители не просят невозможного. За удобство они готовы платить. К повышению цен на проезд в общественном транспорте в селах готовы. Им хочется быть услышанными, чтобы при корректировке расписания учитывались интересы простых людей. Новое руководство пришло и началось. Раньше у нас ходило три автобуса. Они были экономически выгодны. Сейчас один экономически невыгоден. Вот это я не понимаю. Для меня это загадка прям. Если экономически невыгоден, делайте цену экономически выгодную. Тем более, что прокурор Бийского района говорит, что остальная часть субсидируется. Просите. При этом несколько лет подряд маршрут обслуживала организация «Иерусалим». Местные жители все как один вспоминают предпринимателя Яну Бедыреву с теплотой. Никаких нареканий к ее работе не было. Три года мы обслуживали направление вокзал поселок Лесное. Работой была довольна. Дорогами, ну, дорога, слава богу, все в порядке. Единственное зимой, что в поселке не было трактора, но мы справлялись своими силами. Пассажиры дружелюбные, проблем никогда не было. В общем, обслуживали без перебоев. Но единственная проблема по общению с предпринимателями – это стоимость проезда. Поэтому в это направление предприниматели не подают заявки на лот и не идут. В администрации Бийского района о проблеме знают. Тариф повышать придется однозначно. Однако все упирается в бюрократические проволочки. Маршрут нужно признать муниципальным или межмуниципальным. Суд вынесет решение только летом. Мы сейчас пока не согласны передавать данные маршрута на межмуниципальный уровень. Две причины. Первая – это то, что льготная категория граждан, проживающая на территории Бийского района, потеряет выплату по льготному проезду. И второй – это то, что наши тарифы будут нерегулируемы. То есть контракты все будут заключать Минтранс Алтайского края. Тариф будет нерегулируемый. То есть перевозчик самостоятельно будет просчитывать для себя экономически обоснованный тариф. Глава района обещает устроить личную встречу с жителями Лесного и Амурского, где объяснит нюансы ситуации. Перевозчик, который изначально победил на аукционе, отказался выполнять обязанности. Чтобы транспортное сообщение не парализовало полностью, администрация заключила контракт с другим предпринимателем уже на его условиях, по которым до 1 мая, то есть открытия дачного сезона, увеличение количества выходов автобуса не предусмотрено. Ксения Цапко, Иван Зяблицкий, Будни. Афера на миллионы. Предприниматель и бывший адвокат ответят в суде за совершенные преступления. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Незаконную деятельность выявили оперативники Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю. Уголовное дело находилось в производстве у следователей 2-го отдела по расследованию особо важных дел. Сейчас все материалы уже направлены в суд. По данным следствия, в марте прошлого года предприниматель узнал, что знакомый житель города Бийска обвиняется органами предварительного следствия в нескольких эпизодах преступлений против собственности. Реализуя умысел на хищение денежных средств, мужчина предложил ему решить через высокопоставленных лиц правоохранительных органов вопрос о переквалификации его действий на более мягкую статью Уголовного кодекса Российской Федерации, не связанную с лишением свободы, а также о неизбрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Вступив в предварительный сговор с действующим на тот момент адвокатом, он обозначил потерпевшему сумму в размере 12 миллионов рублей. На кадрах оперативной съемки сам момент задержания обвиняемых. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Как установили правоохранители, крупная сумма в размере 12 миллионов рублей якобы была предназначена для передачи высокопоставленным лицам органов следствия и оперативных служб в качестве взятки. По факту деньги обвиняемые оставили себе. Причем адвокату досталось порядка 700 тысяч рублей. Основную сумму больше 11 миллионов забрал предприниматель, будто на развитие бизнеса. Однако это была только легенда. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. А мы продолжаем, и вот о чем расскажем дальше. Несбывшиеся надежды. В Бийске работает выставка мемориального музея-заповедника Василия Шукшина. Не стали расслабляться бийские спортсмены блеснули на чемпионате края и первенстве Сибири. Новая яркая весенняя коллекция курток по оптовым ценам уже в Гермаке. Приходите. Митрофаново, 35, остановка «Вокзал». Распродажа обуви от белорусских производителей. Весенняя коллекция от 1600 рублей. С 8 по 13 марта в городском дворце культуры и ТЦ «Мегамаркет». Компания «Теплэка» – единственный российский производитель подобных энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Обогреватель «Теплэка» работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долгое время отдает тепло, не потребляя электроэнергии. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5-3 кВт в сутки. Высокий КПД. Обогреватель «Теплэка» не сушит воздух и не выжигает кислород. Может быть использован для квартир, заградных домов и других помещений. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель «Теплэка». Приобрести его можно в городе Бийск, улица Мопровский переулок, дом 36. Город Барнаул, улица Папанинцев, 109. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Ансамбль ВДВ «Голубые береты». 5 апреля в Бийске. С думой о разине. В культурно-выставочном центре Беловодья до конца марта будет работать выставка, которую представил Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Макаровича Шукшина. Экспозиция рассказывает о том, сколько сил, времени и нервов потратил наш земляк на то, чтобы добиться постановки фильма «Степан Разин». Чтобы запустить ленту, писатель и сценарист сделал три попытки. Однако работу завершить так и не удалось. В 1966 году Шукшин написал сценарий «Я пришел дать вам волю». Этот сценарий победил на Всероссийском конкурсе. И по итогам конкурса, как награда, должно быть право поставить фильм. Вот именно этим правом Шукшин и воспользовался. Но когда он начал обращаться в киностудию, к чиновникам и так далее, тут начался прям ряд каких-то препятствий. Литературный критик Лев Анинский говорил, что тема «Разина» элитмотивом прошла через все творчество Василия Макаровича. На выставке можно ознакомиться с документами, в которых отражены несбывшиеся ожидания Шукшина поставить задуманный фильм. Взгляд писателя на фигуру Степана Разина разнился с официальной точкой зрения, которая присутствовала в тот момент. Он составил свой образ бунтаря. Центральное место экспозиции занимают документы, которые отражают все этапы деятельности над фильмом. Кроме того, здесь расположена картина брата Шукшина Ивана Петровича Попова. Он запечатлел писателя во время работы над кинолентой. Также можно увидеть фотоархив из фондов Мемориального музея заповедника Шукшина. А теперь к новостям спорта. Блистательно завершили выступление. Почти 50 медалей привезла домой команда Алтайского края с чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по кеокусинкай карате. Наши спортсмены состязались в группе дисциплин «Син-Кеокусинкай». Соревнования прошли в городе Бердске Новосибирской области. В них приняли участие 522 спортсмена из пяти регионов Сибирского федерального округа. Это Кемеровская и Новосибирская области, Красноярский край, Республика Хакасия, ну и, конечно, Алтайский край. В команду из нашего региона вошли 102 человека. В результате упорных состязаний они завоевали 18 золотых медалей, 17 серебряных и 14 бронзовых. Всего 49 наград, которые позволили подняться на второе общекомандное место. Отметим, что среди отличившихся спортсменов были бичане. Валерия Новикова выиграла два боя среди девушек 14-15 лет до 45 килограммов. По итогам личного зачета она взошла на первое место. Бронзу среди юношей того же возраста и веса получил Мухаммад Юсуф Анваржанов. Залог комфорта. С 8 по 13 марта бичан приглашают на ярмарку белорусской обуви. В ассортименте весенней коллекции женские и мужские модели. Чем привлекает бичан обувь из Беларуси, теперь знает и наш корреспондент. Шито хорошо, ручки ровные, задний шов все соответствует. Галина 25 лет проработала в обувной промышленности, так что обувь для себя и родных выбирает с профессиональным подходом. И ее мнение о белорусской обуви полностью совпадает с мнением других покупателей. Самое главное практичная обувь по нашим дорогам. Обувь прекрасная, мягкая кожа и мех натуральный. Высокий и широкий подъем, выпирающие косточки, полнота. Проблемные ножки больше не проблема их обладателя. Вот уже много лет производители из Беларуси помогают своим покупателям. Она больше для здоровья. Твердая пяточка и носочек, что держит ваш голеностоп при шаге. У нас есть анатомическая колодочка, подошва здесь мягкая, она не промерзает, она не промокает. Ярмарка белорусской обуви работает в Бийске с 8 по 13 марта с 10 до 18 часов. Бийчан приглашают на распродажу весенней коллекции. Ярмарка находится на первом этаже городского дворца культуры и в торговом центре Мегамаркет. А теперь пришло время рассказать о погоде на завтра. 11 марта в Бийске будет переменная облачность. Ветер северо-западный слабый, сменяющийся с северным. Атмосферное давление высокое. Влажность воздуха утром и поздним вечером тоже будет повышенной. Возможно, малая геомагнитная буря. Ночью минус 12, минус 14, днем минус 9, минус 11. И это все новости на сегодня. Напоминаю, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск, мой город», на ютубе, а также на социальном сайте газеты «Бийский рабочий» и «Бийворк.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова